Добрый день! Естественно, официальная наука, она как бы дает нам некий ответ, скажем так, нельзя считать, что он прям каким-то истинным является, но дает какой-то ответ по формированию нашей Вселенной и Земли, да, и нашей всей этой жизненной благосферы, да, что там есть некий отчет, там, 14 миллиардов лет, якобы, да, произошел там какой-то большой взрыв, чего-то тяжелого, чего-то в нигде, да, я как бы вас с точки зрения науки, да, вот вашу критику большого взрыва, я как бы изучал тоже, как бы все, действительно, с научной точки зрения там куча вопросов, да, которые остаются без ответов, но тем не менее, как бы у вас есть критика, но нет ответов по данной теме, как вы сами видите этот мир, есть ли какое-то прошлое или нет этого прошлого, и как вообще Вселенную вы видите? Нет, сам по себе просто ясен, наша Вселенная бесконечный объем, заполненный равномерно материей, бесконечно долго существующей, не было начала, не было конца у пространства, материя переходит из одного состояния в другое, происходит обновление, тут все как бы просто, вас не устраивает, что факт нет зарождения? Ну да, как бы, понимаете, вот, как бы вариант бесконечности, да, он как бы и говорит о том, что и жизнь должна быть бесконечна, понимаете, а нам тут показывают некий отчет, понимаете, существования жизни. Так, подождите, подождите, кто вам сказал, что жизнь бесконечна на каждом этапе? Любое событие, вот до любого события у нас конечный промежуток времени, но событие может чередоваться, и мы из этих событий можем набрать бесконечность, ну вот, допустим, рыбка жила, отметала икру, умерла, пошла новая рыбка, да, и так далее. Да, нет, смотрите, Виктор Григорьевич, вы сказали, рыбка умерла, появилась другая, она откуда из ничего появилась, так же, как большой взрыв, который вы критиковали, жизнь как появляется? Вы сейчас про бесконечность или про появление жизни? Это разные вопросы. Ну, так дело в том, что это как бы... Вы, я вообще сразу не сможем говорить, давайте с предыдущим вопросом разберемся и перейдем к следующему. Ну, мне показалось, что это один вопрос. Дело в том, что если бесконечно как бы существует пространство с бесконечными, да, размерами и с бесконечным временем протекания, да, в прошлое, я имею в виду, то, соответственно, и жизнь должна быть бесконечной, и развитие должно быть бесконечным. Вы про жизнь одного субъекта, или про жизнь вида, или про жизнь как таковую? Про что вы говорите сейчас? Можно как бы задать вопрос по поводу нашей человеческой жизни. Вот, давайте, человеческая жизнь, она появилась каким образом? Варианты, да? Базовая версия путём развития. Подразумевается, что зарождается жизнь, от этой жизни отпочковывается такая вещь, которая развивается до человеческого уровня. Вот эта концепция. Дальше, мы рассматриваем тогда нашу человеческую жизнь как часть общей жизни, которая... Вы её рассматриваете как теорию эволюции, Виктор Григорьевич, подождите, вопрос такой. Вы наматываете количество вопросов на наш разговор. Один, второй, третий, четвёртый. Мы не сможем сразу обо всём. Нет, просто вы непонятно как бы выражаетесь, понимаете? Появилась жизнь как бы, и мы как-то развиваемся. Как мы развиваемся? Мы появились уже такими, какие есть? Или мы по теории эволюции идём? Разве несколько эмбрионов или в какой-то воде? Понимаете, я не понимаю людей, которых разделяется эволюция и создание. У них это вот именно крайне разные варианты. Но создание, вы подразумеваете что, панспермию, что нас кто-то сюда подселил? Вот, да, это одна из подробностей. Но сразу обо всём уже невозможно говорить. Мы предыдущие вопросы отставляем или продолжаем? И уходим на зарождение жизни по версии там панспермия, творения, развития. У этих версий, у каждой версии есть своя вероятность. Мы давайте про вероятность поговорим. Вот смотрите, мы же просто один вариант, возможно же такой вариант, когда жизнь появилась в результате эволюции. Ну а потом кто-то взял и заселил отдельную планету разными формами жизни. Это же нормальный вариант. То есть та же самая версия, как вы создали в огороде грядку, да, посадили туда морковку. Это же нормально, да, результат вашего творения жизни в данной грядке. Правильно? Да, да. Ну вот то же самое могло быть и с человечеством. Ну вы какие временные промежутки времени рассматриваете для нашей стерилизации? Какая разница? Это конечный промежуток времени. Что это поменяет для нашего разговора? Ну как, это как раз и имеет отношение к, если допустим, теория большого взрыва, она как раз и описывает порядок развития, да, появления, зарождения жизни и так далее. То есть когда что-то... Теория большого взрыва не описывает порядок зарождения жизни. Не, я понимаю, что это в совокупности с теорией Дарвина как бы оно совмещено, это все, вся эта наука совмещена, понимаете? В некое базовое, блин, определение, как у нас появилась жизнь, понимаете? А когда вы говорите про бесконечности, здесь как бы и непонятно, откуда мы появились тогда. Ну вот что непонятно, ну вот допустим, в пространстве есть материя, у материи есть свойства. В результате реализации этих свойств, рано или поздно, за конечный промежуток времени будет зарождаться жизнь. Мы возьмём, допустим, кусок космоса, там, световой год на световой год, стерилизуем полностью, лишим его жизни, сделаем внешние границы, и всё равно там, в конечный промежуток времени, зародится жизнь по-новой. Простейшая, примитивная. И у неё уйдёт хреновая туча лет для развития до такого-то уровня, который мы сейчас обсуждаем. Это вот реальность. Дальше, когда она дойдёт до какого-то уровня, который мы сейчас обсуждаем, там появятся индивидуумы, способные держать аквариумы, разводить в них рыбок, держать планеты, разводить там всё многообразие. Это же просто от уровня развития зависит, ничего тут критического нет. Вы о чём меня сейчас спрашиваете? Ну, мне как раз интересно услышать вашу теорию с точки зрения науки, понимаете? Ну, я вам перечислил теоретически возможные варианты, они же есть и научные, с разной вероятностью. Ну, больше похоже на сказки, честно говоря. В каком месте, какой из вариантов похож на сказку? То, что жизнь зарождается? Или то, что Вселенная — пространство бесконечное? Или то, что пространство насыщенного материи? Скажите, утверждение такое-то, в части такое-то является неверным по какой-то причине. Если вы не можете это сказать, ваши тезисы про сказки, держите при себе. Ну, Виктор Григорьевич, вы пространство каким образом-то изучали? Сидя в комнате? Это достаточно. Вы изучили пространство своей комнаты, но не изучили пространство Вселенной для того, чтобы обсуждать Вселенную. Подождите, успокойтесь. Вы про какие-то свойства пространства, изученные в отдельной комнате, не распространяющиеся на всю Вселенную, говорите? Или про какие-то лопатания вообще? Тогда озвучьте, про какие свойства пространства вы говорите? Вместительность, протяжённость, свобода перемещения. Какое свойство вы не распространяете на всю Вселенную из перечисленных и определённых в данной комнате? Ну, давайте возьмём пространство. Какое их свойство пространства? Протяжённость, давай. Да, протяжённость. Протяжённость, хорошо. Протяжённость. Это свойство пространства, что вы предполагаете, что протяжённость может закончиться за комнатой или что? Нет, я не беру как бы рамки комнаты. Так, вы сказали, что какие-то свойства пространства не распространяются за пределами комнаты. Назвали, дошли до конкретики. Протяжённость у вас не распространяется, да? Возможно, заканчивается протяжённость, да? Заканчивается протяжённость? Что в протяжённости может закончиться? Вы же сами рассказывали про аквариум. Аквариум у вас же ограничен. Это и есть ограничение. Это речь про материю. Пространство не является материальным объектом, и закончиться у него нечему. Вот протяжённость, нет такой штуки в рамках протяжённости, которая может закончиться. Что? Она не состоит из материи протяжённости. Она не может закончиться. Значит, она не может за пределами комнаты закончиться. Внутри комнаты не может закончиться, нигде не может закончиться. Нет такого подраздела свойства, протяжённости, которое может прерваться. Вот отсутствие материи, оно не может прерваться. Даже если вы накидаете материю, внутри всё равно будет протяжённость, на которую вы объективно повлиять не можете, потому что она не несёт материальной сущности в себе. Материального содержания не несёт. Следовательно, свойства, протяжённость, что в комнате изучаем, что бегай по Вселенной, изучай. Это зависит только от уровня интеллекта и желания метаться. Вот если у вас есть желание метаться по Вселенной, метайтесь. А если нет, то все свойства протяженности вы можете в рамках комнаты оттестировать. Это вся ваша претензия про сказочность, про то, что у вас нет претензий. Поэтому сосредотачиваемся и продолжаем беседовать. Да, хорошо. В чём суть недопонимания дальше вопросов? Ну, то есть, с вашей точки зрения, у нас тут жизнь происходит по разряду панспермии. Что у нас здесь некий аквариум, нас сюда подселяют, да? Стоп, нет, я не сказал, что жизнь происходит по принципу панспермии. По принципу панспермии жизнь может рассеиваться дальше. Вам не обязательно, чтобы жизнь зарождалась по-новой в каждом из аквариума, в каждом из кубометров пространства. Вам достаточно, чтобы оно с какой-то переодичностью зарождалось. А дальше она может расселяться по принципу панспермии, панспермии. В этом ничего необычного нет. То есть, возникла жизнь, развилась, да? И потом эту жизнь переносит панспермии в другой объём пространства. Панспермия — два варианта. Естественная панспермия и рукотворная панспермия. Естественная панспермия, она распространяет материю, жизнь материальную по всей Вселенной самостоятельно. Просто посредством движения, открытости, отсутствия границ для распространения жизни. У нас планеты... На ракетах полетели распространяться или как? Ну, вы в курсе, что у нас верхние слои атмосферы имеют жизнь органическую? Болкаю далеко в космос не забрали? Не в курсе. Нет, то, что птицы на какой-то высоте летают, да, но то, что там какая-то ещё жизнь... Подождите, подождите, подождите. Вам достаточно любой бактерии, любого вируса, взлетевшего с пылью, с потоками воздуха вверх. Это тоже жизнь. А там, где разрежённое пространство, там уже жизни нету, получается? У нас в разрежённом пространстве есть организмы, которые выживают и потом возобновляют свою активность, возвращаясь в нормальные условия. На метеоритах находят эти микроорганизмы. Вы просто в плане образования, в плане информации пошире изучайте, у вас будет всё проще. Я за всю свою жизнь ни одного метеорита не видел. У вас интернет же вы видели, вам не обязательно же самому видеть метеориты. Ну так нам очень много и про космос рассказывают сказки, понимаете, что у нас якобы есть рост, как разрушать ракеты. Подождите, подождите. Вот экзотические взгляды, давайте по одному. Мы жизнь, в которую вы не верите, там, в какие-то способы. Сейчас пошло-поехало, вы будете плоскую землю доказывать. Давайте покороче, на коротких дистанциях доходим до пункта, выясняем ясность. Вы удивились, что жизнь во внешних, в верхних слоях атмосферы возможно. Я говорю, это доступная информация. Я там не был в этих слоях, я не могу об этом говорить. Если вы там были и об этом говорите, то расскажите свой опыт, что вы там видели, какую жизнь. Это троллинг, я не собираюсь ваши вот эти вот нелепые темы обсуждать. Вы можете потратить полчасика, а потом... Почему? То есть вы, получается, получаете информацию от кого-то и её как бы никак не критикуете? А почему тогда вы критикуете теорию большого взрыва? Подождите, подождите. Вот есть объём информации, с которым можно работать. Определённый кругозор. Когда человеку известны какие-то факты, когда ему вообще ничего неизвестно, он всё отрицает, то тут беседовать не о чем. Тут можно только тупить в одном русле или в другом. Мне не интересно. Так вы такой же отрицальщик, который отрицает науку. Да и всё. Я отрицаю то, что не соответствует логике, то, что противоречит научным фактам. А вы сейчас удивились, первая попавшаяся информация о том, что жизнь разносится по космосу в обычном режиме без какого-то рукотворного участия. Да, и сейчас вот у вас с этим удивление происходит, и вы это оспариваете. Я не собираюсь на это тратить время. Я считаю, этот факт научно доказан, но мы не будем его с вами оспаривать. А вы как бы пользуетесь логикой, а мне логикой нельзя пользоваться, получается так. У вас пользуетесь чем хотите. Но вы сейчас откровенно, ну, тупите в моём понимании. Я не собираюсь на тупость ради этого времени. Так а в чём тупость-то? Вам сказали, сослались на информацию, которую вы можете в общем доступе получить. Вы начинаете мне доказывать, оспаривать, что вы были в космосе, не были в космосе. Я не был в космосе, мне это не надо. Но это не значит, что та информация, которую я вам озвучил, научно несостоятельна. Она научно состоятельна, да? Да. То, что жизнь... Точно так же можно рассмотреть информацию по большому взрыву, она тоже научно состоятельна. Вы не понимаете. Вы не понимаете. Исходный блок информации. Он либо опирается на факты достоверные, либо не опирается. У вас из всего этого кейса-меся, вы равняете одно, второе, третье по принципу похожести. Но... Нет, Виктор Григорьевич, достоверные факты – это те, которые проверенные факты. А вы как бы пользуетесь своими фактами непроверенными? Вам кажется, что я пользуюсь непроверенными факторами. Я говорю, вы тупите. Если вы позанимаетесь маленько, просто изучите вопрос, где найдена жизнь, на каких объектах. Найдена на верхних слоях атмосферы или нет. Куда заносят споры растений, микроорганизмы, бактерии, вирусы, верхние слои атмосферы. Это очень доступная информация, полученная из объективного контроля. Зонды берут воздух, берут атмосферу, вверху-внизу. А там, где нет воздуха? Научные факты. А там, где нет воздуха, где космос, где вакуум находится? Какая там пыль может быть? Вот абсолютно пустого пространства нет. Все равно есть какой-то там процент газа на кубометр и так далее. Вы удивились на предыдущем уровне. Я вам сказал про механизмы. Вы можете в них не верить. Пожалуйста, не доверяйте источнику информации. Воспользуйтесь другим источником информации. А просто голое удивление на ровном месте. Ну ладно, поудивляйтесь. Я предлагаю перепрыгнуть с этого вопроса на другой. В этом вопросе вы со мной не согласились. Достаточно. Я не хочу дальше тратить время жевать жеванное. Следующий вопрос будет, не будет? Ну, как бы, я хотел бы все-таки уточнить по поводу панспирмии. То есть жизнь получается такая же бесконечная, как и Вселенная бесконечная по пространству и по времени? Вы сейчас говорите про распространение жизни по Вселенной, да? Такая же бесконечная. Такая же бесконечная. Почему у нас тогда конечные рамки истории тогда? Стоп. Одно со вторым как-то связано, или вы просто бормочите, что попало? Естественно, я скажу, что у нас и развитие должно быть намного выше, чем мы имеем. Извините меня. На двигателях внутреннего сгорания 100 лет как бы мучаемся здесь. Вот из одного второго не следует. Жизнь может быть сколько угодно бесконечно, но вот амебы не обязаны иметь историю. Бараны на земле не обязаны иметь историю. Люди, доведенные стадо до скотского состояния, не обязаны иметь историю. Вы что, тут винестворение, что ли? С вашим уровнем интеллекта, который обязан иметь историю вековую? Кто вам сказал-то? Что за самооценка? Вы мне сказали, что жизнь бесконечная во Вселенной. Ну, я же вам сказал, что бараны не должны иметь историю. И люди, доведенные до скотского состояния, не обязаны иметь историю. После любой войны любая история может закончиться. Сжечься. И так далее. Где у нас такие исторические факты, чтобы у нас цивилизация сожглась? Да сколько угодно таких исторических фактов. Я, например, не видел. Пожалуйста. У нас обломки китайских цивилизаций в единственном виде в Эрмитаже остались. Дальше у нас на языке ацтеков никто уже не разговаривает, а были такие цивилизации. Это куча таких вариантов, когда ничего от цивилизации не остается. И зачем я вам это рассказываю? Это вообще образовательно доступная информация. Вы хотите ее спорить? Да, хочу оспорить. Или мы будем удивляться вам на каждом? Да, хочу оспорить. В рамках отдельной беседы мы разговаривали про бесконечное пространство и жизнь, а сейчас вы оспариваете цивилизации? Нет, ну так правильно. Вы же как-то все понимаете, что у нас цивилизации менялись. Да. А я сомневаюсь в этом, что менялись цивилизации. Ну ладно. Я не буду вас в этом разговаривать. Нет у нас ничего. У нас кладбище имеет максимум 200 лет. Не знают своих родственников. Так, подождите. Подождите, подождите, подождите. Подождите. Причем есть могилы? Это один из возможных способов захоронения. Дальше что? У баранов нет могилы, у них другая утилизация. То же самое у тибетцев нет могилы, у них другая. Эти утилизации, и что? Вот он вывез свой трупик папы, расчленил, скормил гриппом, все. Тибетец утилизировал останки. И что? Нет могил. Причем есть могилы? Высылаетесь на первую попавшуюся чушь для того, чтобы что-то аргументировать. Из этого не следует ничего. Ну то есть, если никаких наследственных связей нету, то тогда и истории нет. Подождите. Могил нету. При чем есть могилы? Это наследственная связь, то, что нам передается. По цивилизации. Вот, мы выяснили, что могила не является обязательным фактором. Я привел вам примеры. Поэтому, все про могилы забываем. Какие еще аргументы? Про техническое развитие где? Техническое развитие. Что техническое развитие? Можно жить без технического развития? Если у нас бесконечное и время бесконечное, где у нас развитие-то? Время бесконечное для жизни в целом. Не обязательно, что для этой группки развивающихся баранов должно быть время бесконечное. Кто вам сказал, что вот именно для этих баранов время бесконечное на данной планете? Тот сказал. Может, вы заселили на эту планету 7,5 тысяч лет назад. Мне как раз и было интересно, то, как вы смотрите на появление нас здесь, на Земле. Понимаете? То есть вы... Я вам сказал, что существует... Но не рассказали, что на самом деле тут все притекало. И что мы пришли вот к такому созреванию, как сейчас есть наша цивилизация. Я вам сказал, что существует некое количество теоретически возможных вариантов. У каждого разная вероятность. Однозначно утверждать, ни в пользу первого, ни второго, ни третьего мы не можем. Поэтому рассматриваем пока пакет. То есть все-таки на допущениях, да? В смысле на допущениях? Когда у вас есть основания для точного вывода, вы говорите, это так-то. Когда у вас нет основания для точного вывода, вы говорите, что это не так-то. Это может быть так-то, так-то или так-то с разной вероятностью. Все. И это точный ответ максимально. Возможно, даже в данных условиях. Если появится дополнительная информация, количество вариантов сузится. Не более, не менее. Все просто. То есть я констатирую факт, что вы ничего не знаете о нашей истории, да? У вас просто догадки, и все. Подождите. Вот вы пытаетесь вступить в какой-то факт. Вы гиперболизируете вывод. Вы неадекватны в своих оценках. Ну, бормотайте, что вам угодно. Я не буду в это даже вдаваться в подробности вашего мышления. Я констатирую факт, что вы ничего там не мыслите в истории. Ну, бормотите дальше. Субтитры сделал DimaTorzok